слава господу большое спасибо замечательное поклонение я люблю тебя хочу петь тебе хвалу и пою отец наш небесный благодарим тебя за чудо поклонения чудо возрастания в чистоте праведности истины благодарим тебя господи ты так замечательно ухаживаешь за нами любишь воспитываешь господи ведь без твоей заботы мы бы так и оставались теми же самыми господь мы так благодарны тебе благослови это размышление над пятидесят седьмым псалмом прославься еще больше величественней господь слава тебе во имя твой иисус мы молимся и просим аминь поздравляю мы с вами в самом лучшем месте во вселенной это место престольный зал милости и благодати где мы находясь на этой земле уже находимся на небесах и для нас открыта самая удивительная книга несравненная да вообще единственная книга потому что она написана духом святым через таких же людей как и мы а какая красота псалом пятьдесят седьмой начальнику хора и дальше идет опять эта фраза которая присутствовала в пятьдесят шестом не погуби вполне возможно это была некоторая начальная фраза в каких-то известных песнях и вполне возможно она превратилась облеклась в мелодию и музыкантам говорили вот по этому направлению песнопения потому что нот не было но были напевные мелодии и вот в этом ключе исполнять а вот дальше слово писания давида и считается когда смотришь на написание на это слово на иврите то обнаруживаешь что это и начертание и скобление и гравировка а также и штамповка на металле интересно все весь этот псалом находится в той части размышления давида где над ним вновь собираются тучи и кроме того вы знаете я так посмотрел на жизнь давида которая описана в первой книге царств беззаботная юность он один из сыновей молодой человек ему доверили быть пастухом вероятно у него есть и также слуги и он замечательно соблюдает стадо и заботиться о нем и семья довольна и братья к нему хорошо относятся юный и люди которые знают иисея присматриваются вообще внимательный народ и они видят что этот парень особенный услужливый очень хороший нрав у него а кроме того еще это и воин серьезный потому что они слышали о нем такие интересные вещи что он отважно вступал за тех кто был поручен его охране заботе и забирал у хищников их добычу ухаживал возвращал к жизни все было хорошо в эти юные годы но в царстве вернее да в царстве израильском стали происходить события которые несли отметину противостояния Богу царь Саул над всем Израилем поставленный Богом и востребованный людьми и Бог откликнулся им хотелось чтобы у них у евреев тоже был царь как и у других народов чтобы он выступал впереди войска чтобы была видна его стать чтобы были слышны его команды чтобы разговаривал с людьми как человек и Самуил был опечален такими пожеланиями потому что он понял что люди недовольны тем как он вершит свои дела Самуил священник последний судья Израилев и Бог ему сказал нет нет это не тебя отвергают ты священник они отвергают меня как царя но если они захотели так то я дам царя и причем дам такого какой им нравится и по благодати царство на царство был поставлен из колена Вениаминова из семейства Киса Саул статный юноша крепкий телосложением властный потом решительный и первые шаги которые он делает да и Самуилу он понравился и Самуил с удовольствием помазал его над царство над Израилем но потом стали наблюдаться отхождения у Саула и эти отхождения были такого плана не все он точно выполнял как то передавал через Самуила Господь Саулу это очень тревожило Самуила наступил тот день когда он сказал в открытую Саулу ты знаешь ты мог бы укрепить сегодня свое царство но ты его отдал и поэтому Господь помажет в цари над Израилем другого человека и через некоторое время тайна Самуил помазывает того на кого направляет его внимание Бог это был юноша Давид семейство большое Самуил пришел туда в это семейство и увидел сыновей Есеевых особенно один ему понравился старший Илиав и он подумал о здорово тоже крепкий парень и думал что это и есть избранник и Господь сказал Самуилу я не смотрю на людей так как люди смотрят на людей я смотрю на сердце а он знал это сердце Давида он знал как Давид размышлял обращался к нему в молитвах прощал был жизнерадостным помогал другим людям у него была своя жизнь с Господом это очень хорошо это хороший пример для подражания для нас потому потому что каждый день у нас столько много времени которое мы отдаем в наших мыслях не только работе на нашем физическом состоянии мы на работе но на работе то на работе а мысли наши где для чего я это говорю у Давида была достаточно сложная задача иногда это вообще был погранич были пограничные случаи когда он рисковал жизнью за свое стадо там были разные животные которые нападали а он шел и спасал этих животных у него была особенная жизнь с Богом кроме того он везде видел Бога он смотрел на небеса и у него такие замечательные размышления были это Псалом восьмой что значит человек спрашивал он что ты его посещаешь надо же Давид тебя Бог посещает да или ваш сосед смотрит на вас а вы другие люди потому что вы поете вы говорите об Иисусе Христе не скрывайте я верующий чтобы везде двери закрыть и окна закрыть нет вы поете вы дарите что-то соседям ободряете их рассказываете они меняются постепенно никогда не думайте что царствовать мы сильнее того царства которое в нас никогда не думайте наоборот царство царство в нас господь Иисус в нас он уже победил этот мир на кресте мы живем в мире в котором мы знаем все люди нуждаются в Иисусе Христе была очень хорошая молва о Давиде а у Саула начались неприятности эти неприятности были также вот здесь добрый дух от Бога отошел от Саула дух Божий стал обитать на Давиде а у у Саула начались проблемы это были проблемы нервозность недоверие подозрительность раздражительность у него появился один руководящий элемент особенный это копье в руке мы говорили об это он размышлял и размахивал играл может быть я не знаю этим копьем и были люди в страхе такой страх приводит в тяжелые места они стали ловить каждое слово которое исходило от Саула от Саула и стремились его выполнить хотя замечали что это слово было нечистое когда мы с вами живем в этом мире и если мы столкнулись с нечистотой физической мы идем мы мы умываем умываемся стираем одежду свое рабочее место дом убираем есть очень большая сфера которая постепенно загрязняется это наш наше размышление наши страхи способы защиты наши сдачи своих позиций так происходило у подданных Саула и чем дальше тем больше когда посмотрите 16 глава первой книги царств когда слуги были озабочены тем что на Сауле присутствует злой дух от Бога то есть злой дух от Бога вообще все действует только лишь по повелению и позволительной воле Бога поэтому действия злого духа они были позволены от Бога потому что в принципе происходило следующее Саул ушел от Бога и злой дух явился Господу и сказал все он мой позволь мне теперь с ним работать и злой дух от Бога действовал слуги увидели что у Саула настроение такое странное меняется и так далее и они сказали о у нас хорошая идея есть и эта идея была такая шестнадцатая глава первая царь шестнадцатая шестнадцатый пусть господин наш прикажет слугам своим которые перед тобою поискать человека искусного в игре на гуслях но это означало что он не только играет он еще и поет и когда придет на тебя злой дух от Бога он играя рукою своей будет успокаивать тебя и отвечал Саул слугам своим найдите мне человека хорошо играющего и представьте его ко мне и вот одно свидетельство замечательно тогда один из слуг его сказал вот я видел у Исея Вифлеемлянина сына умеющего играть человека храброго воинственного и разумного в речах своих видного собою и Господь с ним и послал Саул вестников к Исею и сказал пошли ко мне Давида сына твоего который пристаде 23 стих и когда дух от Бога бывал на Сауле то есть злой дух то Давид взяв гусли играл и отраднее и лучше становилось Саулу и дух злой отступал от него как хорошо да хорошая картина правда один человек находится в беспокойстве другой и ободряет его и ободряет у Давида целый набор песен был восхваляя восхвалявших Бога вслушивался Саул и злоба нечистый дух от него отходил в своих манипуляциях далее в 17 главе идет описание тяжелых событий для израильтян когда появляется Голиаф и этот Голиаф все время выставляется и у них такое понимание что с ними вот этот человек и он победит их а Бог где-то далеко далеко кто нужен этим людям кто нужен воинству Саула израильскому божий человек а он уже помазан и знает Саул сомневаются может быть родственники и знает Давид об этом и он приходит туда в эту армию к нему отношение очень хорошее знает его а Давид привет привет вот и он слышит эти безбожные речи Голиафа он сразу же насторожился и встрепенулся почему да потому что это было против его духа это не были какие-то воинственные высказывания против солдата Саула это было против него против Давида этот человек и человек насмехался делал из живого Бога мертвого идола такого же который был у Голиафа нечистые духи идолы мертвые и Давид осмотрелся ища а в чем дело почему израильтяния не откликаются он же самую страшную ошибку этот Голиаф делает он нападает на Бога Израиля это это не то что Израиль должен был встать вот у нас Бог есть мы пойдем его защищать творить добрые дела нет суть была в том что так ты Бога то и попроси и пускай он вершит твои битвы для Давида это было вообще совершенно непонятно извините ситуация когда да победа то рядом и чего вы там убегаете от этого человека и через некоторое время дошла такая весть что есть один храбрец вот здесь вот его привели к Саулу Саул посмотрел и у него перед глазами стоит тот чемпион могучий человек Голиаф высокий и так далее и он в душе своей отказывает всякое доверие во всяком доверии Давида нет ты не можешь это чемпион это чемпион и тогда Давид говорит царь я знаю что бог всегда мне помогал я еще не таких чемпионов укладывал львов барсов когда они пытались украсть ягненка сначала предупреждал их потом бежал догонял брал за космо до тех пор пока те не отпускали животное но Саулу поверил победа Давид победил Голиафа ой я представляю как радовался весь народ вот слушай я так думаю что к этому победителю Давиду подходили все смотрели на него толкали надо же да вот тот такой вот и ты и все полюбили Давида это была замечательная победа и Саул тоже и он назначил Давида своим военачальником и столько побед но представляете да что к чему я клоню столько побед столько радости все любят Давида и вот проблема это проблема такая была женщины запели хвалебную песнь тому кто сотворил этот подвиг Давиду ну возьми да и пой пускай весь народ поет у тебя появился такой замечательный человек который теперь будет тебе приносить все победы потому что действительно Давид стал показывать себя не только как верующим человеком но и как хорошим стратегом военным у него была мудрость от бога ревность и одна из страстей это чувственность женщины поют они его славят меня не замечают сколько глупостей сразу же происходит в жизни человека он готов разменять своих лучших мужей на другие песни это характерно такая такая борьба характерна для мужчин это опасная вещь защита только лишь в том что моя женщина это моя жена а пускай другие пускай поют как хотят меня меня заботит мои взаимоотношения с моей супругой для которой я покров и она для меня радость большая подарок от господа не тот который человек пришел ушел пришел ушел нет а подарок от бога я ее песни нравится здорово и что началось началось вот что салон пятьдесят седьмой давид преследуемый не столько филистимлянами с которыми он уже и почти не сражается а то теперь салон сражается с ними но салон начинает распускать ужасные эти речи о давиде и люди слушают то давид давид молодец парень хороший а здесь они боятся подданных боятся давида эта боязнь начинает проникать в их ум как семена сатаны и сеет свои посевы в сердце человека и люди поначалу молчат по поводу того что говорит салон о давиде чем больше молчат а он больше рассуждает потому что он уже говорит об убийстве давида и люди молчат и начинают вступать в сговор с ним доносит ему где-то радость которая была у нас такой герой такой отважный человек и поняла и понеслась всякая нечистота в мыслях у людей на давида подлинно ли правду говорите вы молчаливые там слово судьи переведено на русский язык алам а на иврите оно обозначает молчаливые я сначала так думал ну да судьи должны выслушать потом вынести приговор подлинно ли правду говорите вы молчаливые и справедливо ли судите сыны человеческие интересная фраза это говорит давид это его начертание которое он оставил может быть в пещерах и заходили люди после него в эти пещеры и видят ух ты вот что давид говорит вот что публикуют эти пресса вырезано на камнях подлинно ли правду Бог меня спрашивает Бог же ведь везде Чем больше мы говорим о Господе Иисусе Христе Вот смотрите О Боге можно разговаривать Но как только об Иисусе Христе начинаешь говорить Страх появляется у человека И он отвергает его Почему? Иисус за грехи наши Взял наши грехи За них заплатил Человеку не хочется казаться грешным Он пытается перед своими друзьями, подругами Сказать, какой он сильный Пудлинно ли правду говорите вы, судьи? Справедливо ли судите, сыны человеческие? Какой контраст? Не только вы, судьи Но есть и Божий суд И Божье видение предмет А что же происходило с этими Поначалу молчаливыми людьми, которые слушали Саула Беззаконие, третий стих Беззаконие составляете в сердце Кладете, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле Что это обозначает? Встретились два человека У одного идея, а не у другого идея Обменялись и у каждого по две идеи То, что мы говорим, способно сеять семена того, что мы сказали Поэтому мы в Библии говорится В послании Якова, третья глава, первый стих Братья, немногие становитесь учителями Потому что то, чему будете вы учить Станет предметом рассмотрения на суде Божьем Какие слова говорили, какие мысли думали Это Богу известно Да, конечно, мы спасенные люди И он отвергнет все то, что мы неправильно делали Неправильно мыслили Это будет как бы сожжено под воздействием чистоты Слова Божьего И останемся как дымящиеся Но пойдем на небеса А зачем это нужно делать? Мы уже знаем, что произойдет Зачем говорить глупости друг о друге? Зачем проявлять внешнее подобострастие? Как там, наверное, было О, Сал, ты такой царь, ух ты Какая мысль у тебя хорошая была Она приводила к Богу? Нет Он даже своему сыну Иоаннафану Стал говорить о своих планах, как убить Давида И единственный Иоаннафан сказал Нет, отец Это неправильно Этот человек полагает за тебя свою жизнь Что стал делать Саул? Он стал подталкивать Давида На самые сложные военные провокации И он все время надеялся, что филистимляне его убьют О, какое счастье будет, да? Твоего лучшего военачальника Бабамцы убили Да ладно Что же за царь? А как исправиться? Рядом Ты Гусли Давида Послушай Слова, которые он говорит Послушай Люди Послушайте А вместо этого Из-за подобострастия Они и стали говорить Говорить неправду Несправедливо судить Позволять Росткам и семенам Беззакония Лжи Изменять их сердца Это большая беда Одно дело Наши Ну будем так говорить Наши умы Изменяются под воздействием Математических Физических Научных знаний Да ладно Но когда эти знания Посвящаются тому Чтобы доказать Что Бога нет Слушайте Доказательство Бога Очень легкое Она настолько простое Для нормального Научного человека Он может на раз и два Доказать Что Бог есть Как это сделать Достаточно посмотреть И взять В свой обзор научный Человека, который не верует в Бога Изучить его жизнь И человека, который верует в Бога Изучить его жизнь И конечно будут разные вещи Тот, кто верует в Иисуса Христа Он такой радостный И Как какой-то безумец Да Все время он поет Поет Он, она Братья, сестры Замечательная Поздравляю У нас дух другой А тот Другой лжет Может предать В любой момент И так далее А как доказать И я помню Сколько Наш профессор По Научному атеизму Говорил Да не докажете Нельзя доказать Что Бога нет И нельзя доказать Что Бог есть А Ну хорошо А вот Уран Радиоактивный материал Руда Как доказать Что это Для человека плохо Или хорошо Находиться В близком контакте Ученый скажет Это Это Очень просто Очень просто Эйзерфорд Взял В пробирку Поместил Пыль Урановую И положил Ее На сердечко Своё В кармашек Через некоторое Время Очень Непродолжительное Там Произошло Воспаление Рядом С сердцем Не важно Но физически Он обнаружил Что это Действует И губит В конце концов Человека А Тогда Значит Что мне нужно сделать Не только записать Как Жизнь Неверующего Человека Происходит И как Жизнь Верующего В Иисуса Христа Сравнить И теперь Осталось Только Провести Опыт На себе Принять Иисуса Христа Если Его Нету Так и Будет Твоя Жизнь Но Принимая Иисуса Христа Ты Видишь Что делают Эти Верующие И начать Делать Так Как Они Делают К Чему Призывал Апостол Павел В первом Послании Коринфянам В 11 Главе В первом Стихе Имитируйте Подражайте Когда вы будете Подражать И будете Молиться Благодарить И так далее Вы обнаружите Как у вас Расцветает Эта новая Жизнь Точно Так же Как в мире Зла Принимая Семена Зла Человек Обнаруживает Что Он становится Все более Злобным Лживым Ему Мерещится Все Он всего Боится Не позволяйте Не позволяйте Этому Царству Тьмы Действовать И что же Будет С этим Экспериментатором С пробиркой Иисуса Христа Сердца Запоет Запоет И обнаружит Что Бог есть Что с Ним И делают Скажет Ты А ну-ка ты Замолчи Иначе не будет У тебя зарплаты Снимем тебя Со всех Постов Ух ты У тебя Нашли Библию Слышите Да Доказать Можно В своих Семьях Мы доказали Наши Домочадцы Поверили Наши Дети Внуки Верят Вы Беззаконие Взращиваете В сердце Своем Вы Все Время Увеличиваете Тяжесть Злодеяний Рук Ваших А дальше Смотрите С самого Рождения Отступили Нечестивые От утрубы Матери Заблуждаются Говоря Ложь Вот это Я тут Поехал Когда Размышлял Над этим Давайте Мы посмотрим На книгу Еремея Смотрите Книга Еремея А Сначала Исайя 49 Глава Первый Стих Слушайте Меня Говорит Господь Острова И Внимайте Народы Дальние Господь Призвал Меня От чрева Это Верующий Человек Говорит От утру Бо Матери Моей Называл Имя Мое И Садил Луста Моей Какой Сказал О чем Я такое Говорю От утру Матери Моей Вочревь Давайте Посмотрим Теперь Книгу Иеремия Первую Главу Молодой Человек Иеремия Родился В семье Священником Первая Глава Первый Стих Слова Иеремия Сына Хилкейна Из Священников Перенесемся Пятый Стих Да Четвертый И было ко мне Слово Господа Вот о чем Говорит Господь Прежде Нежели Я Образовал Тебя Во чреве Я Познал Тебя Твою Жизнь Интересно Вообще Когда Когда веруешь У тебя Тебя Уносит Сносит Такие Нивы Веры И ты Верую Видишь Совершенно Другой Мир Мир Всезнающего Бога Ты Читаешь Мир Ума Его Мы Мы Его Видения Я Образовал Прежде чем Прежде чем Я образовал Тебя Во чреве Я Познал Тебя И прежде Нежели Ты вышел Из утробы Я Осветил Тебя Пророком Для народов Поставил Тебя Что происходило С Елизаветой Матерью Иоанна Крестителя Что Происходило С Марией Матерью Иисуса Когда Мария Беременная Только Только Она забеременела И она пришла К Елизавете Елизавета Встречает И начинает Говорить И говорит Такие интересные Целый гимн Слава Господу Младенец Взыграл В чреве Моем Иоанна Крестителем Было В то время Шесть месяцев Внутри У трубы Матери Как интересно Дух Святой Воздействует На Младенца Беременная Дама Ну Дамы Но Вот в одной Семье Произошло Я читал Недавно Статью Что Женщина Была Удивлена Что Родившийся Младенец Начал Говорить Папа Ну Может быть Там Сложил Губы Неправильно Мама На следующий День И тогда Задумались И ученые Говорят Да вы знаете Вообще-то Известный Факт Что Мама Когда она Говорит То младенец Слышит Поэтому Мамочкам Нужно Петь Песни Спокойные Дети Говорить О Благом Давайте Подумаем От Мамы Христианки О чем Они будут Говорить Об Иисусе Христе Говорите И тогда Происходит От Чрева Матери Моей Книги Исаия Книга Иеремия Послание Галатам 1 глава 15 стих Еще От Утробу Матери Апостол Павел Говорит Господь Призвал Меня Познал Меня Потому что Если По-другому Жить В этом Мире То С самого Рождения 4 стих Отступили Нечестивые От Утробы Матери Слушали О чем Говорят И теперь Они Заблуждаются Говоря Ложь Далее 5 стих Яд Яд У них Как яд Змеи Как Глухого Аспида Который Затыкает Уши Свои Аспида Разновидность Змей Затыкает Уши Свои Заклинатель Заклинатель Самого Искусного Заклинания Кто О чем Это речь Идет Заклинатель На иврите Звучит Лакаш Мое Произношение Может не так Правильно Вообще Неправильно А переводится Как Шептун А кто Это Самый Искусный Шептун Третья книга Царств Девятнадцатая Глава Двенадцатый Стих Господь Является В своем Откровении Как У него Сообщение И общение С Ильей Происходит Вот ни в урагане Я Ни в пожаре Ни в землетрясении А где же ты В тихом Шепоте А в книге Иова Имеется Откровение Человек Слышит Слышит Пока Он Бодрствует Если Не понимает То Во сне Господь Разговаривает С ним А если Вообще Не понимает В болезни Говорит С ним И Самого Истинного В этом Шепоте Человек Отвергает А кто Был В то время Для Израиля Такой Истинный И близкий Для них Долит Сколько На него Было Всего Понавесили И уже Все Ненавидят Его Седьмой Боже Молитва Давида Сокруши Зубы Их В устах Их Разбей Господи Челюсти Львов Нам Ну Если Мыслить Так Образно Ужасная Картина Да Исчезнут Как вода Протекающая Когда На гря А Напрягут Стрелы То есть Когда Приготовятся К тому Чтобы Выстрелить Из лука Пусть Они Будут Как Переломленные Да Исчезнут Как Распускающаяся Улитка Исчезающая Улитка На самом деле Она Так Плаванно Переползает И исчезает Из одного Места И даже След Мокрый Который Остается За нею Так же Исчезает Исчезнут Да Не видят Солнце Как Выкидыш Женщины Прежде Прежде Нежели Котлы Ваши Ощутят Горящий Терн Терн Это Легко Воспламеняющиеся И горячее Растение Которое При помощи Которого Разжигали Костры А так же И Приготавливали Пищу Прежде Нежели Котлы Ваши Ощутят Горящий Терн И свежий Обгоревший Да Разнесет Их Вихрь И погаснет Всякий Костер Вот Эта Молитва Столько Зла Обрушилась На Давида Тот Которого Любили И который Защищал И который Не убивал Царя Кроме Того Он Признался Перед Богом Что Я понимаю Я Не могу Этого Сделать Это Помазанник Твой Но Я его Предоставляю В твои руки Какая Серьезная Молитва И Давид Сказал Об этом Когда Господь Спас Его В пещере А Саул Понял Что Его Можно Было Убить И Саул Уходя Сказал Признание Я знаю Что Ты Будущий Царь Над Израилем Прошу Тебя Подумай О моих Домочадцах Не убей Их Интересные слова Саул Одиннадцатый стих Возрадуется Праведник Когда Увидит Отмщение Мы с вами В Иисусе Христе Праведный Говорим Говорим Люди Могут По-разному Реагировать Некоторое Зло Кто-то Доносит На нас Мне Несколько Раз Предоставляли В этих Спецслужбах Когда Призывали Туда И разбирались Со мной И показали Вот на вас Такое-то Написано Я смотрел И по Некоторым Деталям Узнавал И вспоминал Того человека Которому Давал Энджир Только Не было К этому Человеку Никакой Горечи Я был Рад Что у него Был Побывал Энджир В руках Точно Так же Как Бог Давал Мне Библию Я Ее Искал Так Здорово Возрадуется Праведник Почему? Да Потому Что Посеянное Слово Теперь Обязательно Евангелие Обязательно Возрастет В его Жизни И омоет Стопы Свои В крови Нечестивого За Нечестивого Была Принесена Святая Кровь И мы Убежим К этой Крови Иисуса И мы Мечтаем Когда Кровь Иисуса Христа Будет Омывать Всякого Человека Мы уже Не думаем О суде Мы Верим В Невероятную Силу Той Жертвы Которая Две Тысячи Лет Назад Была Принесена Иисус Сказал Вот 13 глава Евангелия От Иоанна Все Иуда Ушел Придавать Его И он Сказал Ученикам Все Да Прославится Сын Человеческий Вот Человек Иисус Бог Всемогущий Приносит Себя Жертву И Своей Крови У Бога Нет Крови Но Бога Человек Имеет Приносит Себя В жертву За то Чтобы Искупить Церковь Свою Всех Нас И Скажет Человек 12 стих Подлинно Есть Плод Праведников Итак Есть Бог Судящий На земле Придите К Христу Аминь Отец наш Небесный Мы благодарны Тебе За Твое Чудо За Твою Мудрость За Твою Любовь Благословите Мысли Которые Мы услышали И может быть Среди тех Кто слушает Эту проповедь Есть человек Который Не знает Иисуса Христа Как своего Спасителя Скажите Простые слова Признания Дорогой Иисус Я Грешный Человек Прошу Тебя Прости Мои грехи Спаси Меня Подари Мне Вечную Жизнь Научи Меня Твоему Слову Приведи В живую Церковь Во имя Твое Мой Бог И Спаситель Иисус Христос Я прошу И молюсь Аминь 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 Аминь